всем привет друзья олег bear hunter и сегодня мы с вами будем модернизировать арбалет bear hunter doom агрегат хорошо хорошо о чем сегодняшний ролик идея такая я хочу взять вот этот арбалет вот в стоке как он есть и переделать его сделать всякие модификации которые мне нужны или не нужны собственно мы сейчас сделаем все что приходит в голову потом мы поедем и пострелять и проверим насколько все это нужно и что из этого нужно оставлять то есть мы сейчас сделаем максимум потом из этого максимума отсечем все что нам не нужно и оставим только то что действительно сделает этот арбалет лучше быстрее мощнее удобнее и все прочее ну что ж начнем с приклада напомню у агрегатора вот такой у нас приклад буквы г но есть еще в меню два варианта есть вариант взять приклад хараона вот такой вот такой же разъездной такой же по размерам но просто чуть-чуть другой но просто чуть-чуть по-другому сделанный и третий вариант это взять и переставить сюда приклад как на складной он длиннее он компакт не в сложенном состоянии но он не регулируется по длине как будет так и будет и что важно понимать сами рукоятки не немного отличаются отличаются они не только тем что вот на этом есть выступ под собственно эту трубку на который крепится приклад они также отличаются и в этом месте спусковой крючок на этом арбалете больше чем даже на обычном думе я надеюсь вам будет видно они разные по длине спусковой крючок это часть замка и соответственно вместе с рукоятками мы просто берем разбираем замок и меня спусковой крючок это все тоже возможно сделать и наверное мы это сделаем уже будем стрелять потому что на данный момент приклад который стоит на агрегаторе меня устраивает меньше всего во первых это кочерга некрасивая во вторых это вот эта штучка которая норовится время выпасть поэтому очень маловероятно что этот приклад в итоге останется на том арбалете который я захочу для себя собрать это первое второй момент это установка прицела по стандарту он рассчитан под такой вот коллиматор и есть нам его сюда поставим он идеально прям сюда встает видите прямо идеально по высоте подобрана но что делать если я хочу поставить себе оптику если я хочу поставить себе оптику то такой возможности у меня уже не представляется потому что сами видите не влезает просто-напросто но но что если надо я на самом деле не знаю что надо ли но попробовать стоит поэтому сейчас мы смоделируем с вами переходничок сюда распечатаем его и попробуем поставить прицел а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая штука получилась. Сразу скажу на качество внимания. Не смотрите, потому что, по-вторых, я не уверен, что мне это нужно будет делать вообще. Поэтому я напечатал в самом быстром качестве. И так, 3 часа почти печаталось. К тому же, сейчас вы поймете, я печатал не только эту штуку, то есть времени занимает это много. Сейчас мы убираем поддержки и попробуем поставить. Да, для тех, кто не понимает, что я сейчас делаю, я убираю поддержки. То есть у нас принтер уже не может печатать по воздуху, поэтому, когда у нас есть какие-то нависающие детальки, вот эти вот выступы, да, чтобы, если принтер начинает печатать, они просто провалятся вниз. Поэтому он снизу строит такие вспомогательные конструкции, на которые уже кладется пластик. Соответственно, он там застывает, и после этого эти поддержки мы берем и удаляем. Ну что ж, давайте попробуем. Надеюсь, я не прогадал с отверстиями. И, да, огонь прикручиваем. Класс. Мы имеем вот такую планку вивера. Вы, наверное, скажете, что это все колхоз, все это ерунда, но... Именно так все и начинается. Сначала идея, потом ее реализация хоть какая-нибудь, потому что, ну какой смысл сейчас тратить время и ресурсы на то, чтобы сделать все идеально и красиво, напечатать это прям... Тут вот не печаталось хреново в каких-то местах. Да и фиксник. Моя задача сейчас проверить, как это все работает. А если все это работает, то после этого я уже доделаю модельку. То есть вот сейчас я прикрутил, вижу, да, что тут я просчитался. Немножечко торчит, вот у меня палец заходит. Соответственно, это не нужно. Это можно, соответственно, удалить и сделать покрасивее. Плюс угол сам по себе тоже так. Короче, я надеюсь, посыл мой вы уловили. И не будете сейчас меня ругать за то, что это выглядит как-то колхозно. Давайте попробуем поставить прицел. У каждого оптического прицела есть своя дистанция, на которой... С которой, точнее, на этот... В этот прицел нужно смотреть, потому что иначе все будет черным. Вот именно эту дистанцию я сейчас и подбирал. То есть тут не надо ставить... Ау! То есть тут не надо ставить как можно ближе или как можно дальше. Нужно ставить именно ту дистанцию, с которой вам будет удобнее всего целься. В общем-то, вот прицел поставили. И... Ну, целиться и стрелять теперь достаточно удобно. Кстати, давайте проверим. Ага. У нас возникла небольшая проблема. Мы не можем до конца поднять. Значит, придется все-таки отодвигать прицел чуть-чуть назад. Я просто, когда моделировал штуковину, да, я по высоте, что я тоже прикидывал, как она должна быть. И я почему-то решил, что прицел должен быть чуть-чуть подальше. Ну, я посмотрел, мне вроде так удобно. Вот сейчас смотрю, не так уж мне оно и удобно. Так, так, все отлично, сводится. Ну, ладно, в общем-то, сойдет и так. Единственное, что я вот сейчас прицелился и понял, что не хватает щеки. То есть тут, ну, как, да, обычно вкладываешься, прижимаясь щекой, вот как с коллиматором. А сейчас, поскольку у нас прицел поднялся, голова на весу, по сути, находится, что не очень прикольно. То есть сюда хотелось бы какой-нибудь почечник, может быть, тоже с одной, но это тоже. Опять же, если оптический прицел приживется, не нужно будет его тут оставлять, то тогда надо будет думать уже и над тем, как поднять щеку. Давайте к следующему приступим. Следующее, что бы мне хотелось поставить, это планку вивера. Про нее особо ничего рассказывать, наверное. Не буду, потому что эта планка стандартная, которую я делал для обычного дума-мини, поэтому тут даже модель не пришлось менять, просто она точно такая же и идеально сюда подходит. Но вкратце, да, для чего мне это нужно? Для того, чтобы поменять рукоятку. Ведь та рукоятка, которая стоит изначально на этом арбалете, ну, мне она не очень нравится, потому что она не фиксируется, но при этом у нее всего там одно-два положения, которые не сильно удобны. То есть лучше бы она зафиксировалась вот в одном положении, и все, да, тогда она-то не болтала, с ней не раздражала. А тут она вроде вот в этом положении фиксируется, ну, то есть так, что не согнешь, и когда берешь арбалет, нормально. Но она зачем-то делает вот так, а вот так, как бы, ну, держать арбалет, это прям точно неудобный вариант, все болтается. В эту сторону зачем-то еще откидывается, я не знаю, для кого, для тех, кто вот так стреляет, вот так-то она стреляет. Вот, поэтому она мне не нравится, так что давайте мы ее снимем и поменяем на планку вивера, на которую можно будет поставить уже любую рукоятку. Ну, ведь планка вивера, ну, это вот та же самая планка, которую я поставил здесь, которая была изначально вот здесь. Это стандарт, который используется и в настоящем оружии, и в страйкбольном оружии, и, по-моему, даже в пинтбольном оружии. Короче, это стандартная планка, на которую без труда можно найти всякие разные аксессуары. Давайте вообще посмотрим, какие рукоятки есть. Вот это что-то странное, я так понимаю, такое специализированное оружие. Это симпатичная моделька, но стоит она 191 рубль. Хотя, может, и стоило бы ее попробовать. Вот, ну, тут без комментариев. Я, кстати, нашел даже целый арбалет, который можно напечатать. Может быть, стоит, как считаете. Это тоже какая-то очень своеобразная, и она не выглядит, как будто это удобная рукоятка. Ну, такая вот еще есть, такая вот есть. Это типа, собственно, той, которая использована. Какая-то очень квадратная, тоже не выглядит удобной. Это стандартная пистолетная. Вот это вот я, пожалуй, напечатаю. Она под 45, и интересно, насколько это рабочее. Вот это тоже выглядит достаточно интересно. Ну, это тоже стандартная, вполне себе, обычная ручка. Это маленькая обычная, но не симпатичная. Так, большая, слишком, мне кажется, она не вместится. Так, как и эта. Вот эта вот прикольная выглядит, она красива. Но, мне кажется, она большая и не влезет просто. Ну, и опять же, ты ее не подрегулируешь. Под себя ближе, дальше не поставишь. Вот она планка. Я ее поменял. Я думал, что я пишу, а он в это время тут не писал, оказывается. Поэтому, простите за часть упущенной информации. Надеюсь, я смогу все это наверстать. В общем-то, планку я поставил. Снял одну рукоятку. Так что, теперь можно поставить все, что угодно. Можно поставить рукоятку. Можно поставить фонарь, сошки там и все прочее. Я написал несколько рукояток. Тоже, прям в черновом качестве. Я уже объяснял, почему. И то, у меня все это знало достаточно много времени. Потому что 2 часа, 2 часа, 2 часа. Вот это тоже. Короче, все примерно по 2 часа у меня печаталось. На самом плохом качестве, на котором можно печатать принтер. Так что, у меня, по сути, печать заняла весь день. Поэтому, ну, какой смысл сейчас гнаться за качеством повторить потом, когда я все выберу, уже перепечатаю все на хорошем качестве. И ссылку на сайт, где можно все эти приклады, да и все остальное по 3D-печати, я приложу в описании. Я думаю, вы сможете там что-то найти. Если нужно будет напечатать, то найдете в вашем городе без проблем. Я думаю, 100% у какого-то энтузиаста есть 3D-принтер. Это особенности 3D-печати, потому что принтер, когда печатает, он печатает на горячей платформе. В зависимости от материала, она до разных температур. Нагревается для того, чтобы пластик не отлипал. Но в процессе печати он все равно может отлипнуть, потому что пластик-то сам остывает и усаживается. И поэтому, если будет слишком маленькая площадь, то эту деталь просто оторвет и печать не получится. Это такая приятная рукоятка, которую я выбрал. Она, во-первых, маленькая. Во-вторых, она фиксируется. То есть мы сюда откручиваем вот эту штуковину. И видите, здесь она у нас вылезает. Надеюсь, вам видно вот эту штуковину. И мы, соответственно, можем ее сюда поставить. Так, это первый вариант. Второй вариант. Вот такая рукоять. Она стоит из трех разных. Но главная фишка, что она у нас ставится под углом, под 45 градусов. Не знаю, насколько это будет удобно. Опять же, да, напечатать как вообще хрен пойми кто. Я бы это даже никому не показывал, что я так печатаю. А то, знаете, есть у нас тут два товарища, которые перевозбуждаются, когда видят плохую печать. Хоть я три раза в ролике сказал, что это черновик. Принтер — это инструмент, который решает ваши задачи. Соответственно, у меня сейчас не было задачи сделать красиво. У меня сейчас была задача сделать несколько вариантов, которые я смогу попробовать. Поэтому я поставил самые плохие настройки. И когда что-то пошло не так, я такой посмотрел, думаю, да, и хрен с ним. Это естественно клиенту. Если у меня заказали 3D-печать, я печать иногда на заказ. У меня есть там переклейки, инспекторы. Там, конечно, все четенько. Контроль качества, так сказать, работает. А тут пофигу вообще абсолютно, потому что это... Вполне может быть, что я это сейчас поставлю. Сделаю там три выстрела, когда поеду стрелять. И скажу, что шляпу мне точно не нужно. Поэтому, ну и какой смысл тратить лишний раз пластик, электроэнергию, время опять же. Останешь гудят еще дома. Там семья дома, например, особо не запечатаешь. Поэтому у меня когда все на работу ходят. Я тут сижу дома, монтирую видео в наушниках. Да, занимаюсь своей работой. А, пыльник, верно, спокойно все гудят. Вот так вот. Тут какая-то волка тратить. Короче. Ну и вот эти штуковины вставляем вот сюда. Раз. И два. Я как-то же печатал, на самом деле, вот эту рукоятку. Но только я печатал версию, когда она прямая, не под углом. Вот она, по 45. Вот она, наша вторая рукоятка. Она по 45 ставится. Вот планка вивера сейчас. Покажу. Ить, ить. Вот так вот она ставится. Вот, не знаю, насколько это удобно. Точнее, на самом деле, это достаточно удобно. Вот я сейчас прикладываюсь. Это точно удобно. Вопрос просто в том, не будет ли заваливаться арбалет при выстреле. Потому что это важно, чтобы арбалет был ровный. Идеально ровный. Если у нас рука вот эта будет поддерживающая сбоку, арбалет может начать заваливаться в сторону. И вот это, конечно, может быть минусом. А так, вроде бы, удобненькая штука. Так, значит, у нас есть первая рукоятка. Маленькая, прямая. Вторая рукоятка под 45. И третья рукоятка, в принципе, на данный момент на всех арбалетах у меня... Ну, собственно, на всех арбалетах, которых я стелал, я всегда ставлю вот такую рукоятку. По мне она вот прям самая удобная на данный момент. Ну, я просто его скачал. Там было их несколько штук праздновленной. И вот эта мне понравилась больше всего. Она прям красивенькая, удобненькая и все дела. Так что так, наверное, с приклада. Вот так что так. Давайте пока прикрутим какую-нибудь поставлю. Тут такой есть момент, что некоторые рукоятки имеют вот такие крепления, где они должны заползать на планку вивера. Это, к сожалению, достаточно распространенная история. Поэтому... Вот поэтому на арбалете приходится снимать... Ну, либо планку откручивать, либо, соответственно, стопор, стеску скручивать для того, чтобы можно было наехать. Я не знаю, на самом деле, может быть, стоит опустить... Ну, сделать планку вивера повыше, наверное, это будет логичным... Будет логичным решением. Да, наверное, я этим попользуюсь. В общем, ладно, неважно. Берем ее и надеваем. Готово. Значит, и сейчас у нас арбалет выглядит вот так, но... Ну, и... А, стеску забыл бы, ну, черт, убери. А это важная деталька в этом арбалете. А теперь давайте сделаем еще одну вещь важную. Достаточно поменяем. Питьеву и планки. Потому что это тот самый балет, с которого мы сделали хвостый выстрел. И у нас блоки задели планки, напоминаю. Да, и поэтому планки здесь немножечко разболтались. Ну, и плюс к этому я поставлю более мощные планки по сравнению с теми, которые сейчас тут стоят. То есть у нас будет более мощная балет с кастомными веревками, которые, которые, естественно, куда более износостойкие. Про это тоже сейчас чуть-чуть расскажу. Ну, и у нас будут новые, не поцарапанные, не поцарапанные планки. Поехали. Итак, что нам понадобится? Кастомная сетева. Пресс. Планки. Кстати говоря, я расскажу вам интересный такой момент, что изначально на этом арбалете, ну, собственно, как и на обычном думе мини, идут трос идет двойной. То есть у нас, я надеюсь, вам будет видно. Вот здесь вот трос раздваивается, вот тут вот он идет двойной. И, соответственно, вот тут уже на, так сказать, модуль, наматывается именно две веревочки, а не одна. И изначально, в первой версии, когда начали делать для него тетиву, сделали стандартные одинарные тросы, вот как тут. И закончилось это тем, что очень быстро поползла обмотка. Потому что все мы знаем, да, что чем больше у нас будет диаметр, тем, соответственно, при изгибе больше расходятся веревки. Ну, понятно, если мы возьмем тоненькую ниточку и согнем, то вот угол между вот этим и вот этим будет такой же, как если мы возьмем толстую. Но, конечно, что-то я не очень понятно, да, объясняю сейчас. Потому что все мы знаем, да, что если мы возьмем тоненькую веревочку, изогнем ее пополам, то и дистанция между вот этими точками у нас увеличится с увеличением диаметра, ну, то штуки, которую мы сгибаем, там наступили тросы. Поэтому лучшим решением все-таки было оставить два троса, и в итоге сейчас так оно и происходит. То есть оказалось, что вот это самое правильное решение. И давайте начнем с того, что нам надо снять все лишнее с этого арбалета. Ну, все лишнее это именно магазин в данном случае. Лишний, потому что он мешает нам добраться до сетевы. Снимается он двумя болтами. Раз и два. Все, сняли. Легко и без проблем, пока мы это откладываем в сторону. Теперь давайте запрессуем наши плечики. Обратите, сейчас давайте я все-таки сошки сюда прикручу для удобства. Вот таким вот образом. Тут есть специальные пазы. Я думаю, разберетесь. Тут ничего сложного нет. И сжимаем. Сейчас защелкнули, все хорошо. У нас тетевая, видите, сразу начала болтаться. Поэтому мы снимаем тетиву. Можно даже ее просто скинуть, можно даже не снимать. И распрямляем все это дело. Все. То есть у нас теперь все свободно болтается. И тросики в целом тоже стали гораздо-гораздо свободнее, но не супер свободные. Так, все, теперь мы, оп, все. И все, вот так вот у нас хорошенечко снялось. Этот пресс можно использовать в две стороны. Если мы в эту сторону сжимаем, то у нас снимается нагрузка с тетевой. А если мы в другую сторону этот пресс зажмем, то у нас снимается нагрузка с троса. Соответственно, если мы хотим полностью разобрать арбалет, то мы снимаем нагрузку с тросов, снимаем тросы. И все. И тетева у нас без троса, соответственно, нагрузку на себе держать не будет. Она просто развернется. Поэтому, да, я не в ту сторону, значит, снимать тетю. Но я это еще покажу подробнее. Ладно, давайте вернемся к нашим баранам. У нас есть планки. И они здесь пронумерованы. И важно, чтобы был правильный порядок. То есть у нас они стояли вот так. То есть на нижней 388, на верхней 385. По идее, здесь должно быть то же самое. На нижней 388, на верхней 385. По крайней мере, вот на новых, например, там другие цифры. Там 500, 520, 515. Да, потому что они жестче. То есть это больше сил натяжения. Это дефлекция на них указана. И почему важно это делать? Почему важно соблюдать, чтобы одна была снизу, другая сверху? Потому что эта система, она, как я говорил, не совсем симметрична. То есть у нас трос, он идет снизу, и поэтому у нас нагрузка перекидывается на большее на нижнее плечо. Поэтому нижнее плечо у нас должно быть чуть-чуть, чуть-чуть пожестче. Вот как оно тут и стояло, да? И ставим 520, получается, вниз. И 515 ставим наверх. Таким вот образом. Вкручиваем теперь фиксатор. На самом деле, кто смотрел видео по замене тетивы на арвалете мамбо, я, честно говоря, не знаю, на каком канале оно выходило. Может быть на этом, может быть на моем личном. Посмотрите, потому что тут принцип просто точно такой же. Прям все один в один. Поэтому я даже не буду сейчас особо тут прям заострять внимание на всем этом. Да, я так, конечно, ключевые моменты рассказываю. Но если вам нужно больше информации, я думаю, что и того, что я сейчас расскажу, в принципе, достаточно, чтобы вы могли сами поменять все. Но все-таки, то смотрите видео по ссылке в описании. Так, да, немножечко винтики отличаются по длине. Тот, который побольше, естественно, у нас идет экстременем. Тот, который поменьше, на конца. Но это логично, потому что зачем большой вес нужен? Зачем нужен большой вес на конце плечей? Так, вот мы надели тетиву. Давайте теперь покажу, про что я говорил, про пресс. Тут такой важный момент, что цеплять надо сверху, в общем-то, если вы зацепите вот так, то когда начнете сжимать, то упретесь в само плечо. Этого нельзя делать, потому что у вас будет натяжение, когда вы будете сжимать. Вы можете этого просто не заметить и в итоге что-то сломаете. Поэтому сразу берем на заметочку, что мы вставляем их снизу. Вот так раз. Снизу ставили, да? И вот здесь тоже вставляем с нижней стороны. Вот так вот. Все, и теперь мы спокойненько проверяем, следим, чтобы у нас тетива никуда не гуляла. И теперь мы это делаем сжимаем. Вот так вот. Все. Все, у нас теперь эта штука ослабла, и мы можем ее надеть. Раз. Два. Все. Дело сделано. Простите за то, что потрогал микрофон. И он здесь. Вы на меня не в обиде за это. Короче, все у нас получилось. Стоят новые кастомные веревки. Что касается настройки, синхронизации и всего прочего. Что касается настроек, синхронизации и всего прочего. То, опять же, повторюсь, нет никакого смысла сейчас это делать. Потому что веревки хоть и кастомные, но они все равно будут вытягиваться. Они все равно будут тянуться. Первое время, первый выстрел в 50, они будут тянуться. Поэтому я сейчас не буду ничего настраивать. Просто я вижу, что вроде... Ну, вроде более-менее ровненько. Че теперь еще? Что еще от этого требовать? Мы постреляем, а после этого, когда мы уже будем на точность стрелять с этого арбалета, перед тем, как стрелять на точность, мы, естественно, настроим этот арбалет, синхронизируем его, и я расскажу о всех нюансах и деталях. А пока что остановимся и на этом. Все, давайте теперь установим обратно. Микрофон. Установим обратно. Наш магазин. Цепляем сначала нос. Задвигаем все. И прикручиваем. Ну что ж, мы собрали наш арбалет. Вот так он сейчас выглядит. Давайте... Ой, надо шить и затянуть точно. Точно вот. Вот совсем забыл, потому что до этого клещ у нас были не стянуты, да, то есть не в своем конечном положении находились, поэтому я их и не затягивал. Вот сейчас они у нас стянулись, и имеет смысл, соответственно, эти винтики тоже затянуть. Вот так вот сейчас у нас выделили арбалет. Мы поставили планку вивера. Мы пока поставили такую рукоятку. Поставили сошки. Может быть пригодятся. Что мы еще сделали? Мы поставили оптический прицел. Ну и вот, в общем-то, все, что мы сделали. Но на стрейбах, когда мы поедем стрелять, мы еще проверим приклады. Да, то есть мы попробуем. Мы попробуем приклад от Хараона. Мы попробуем приклад от... Мы попробуем приклад от Мамбы. Какой будет лучше? Проверим, нужен ли сюда оптический прицел. Насколько с ним удобнее и точнее получается стрелять Потому что я, честно говоря, сильно сомневаюсь в этой затее Но при этом обычного коллиматорного прицела вполне хватает До 30 метров его хватает Если вы профи, то и побольше Но в чем плюс оптического прицела Что он не перегораживает вам поле обзора Честно говоря, не знаю, как это принято у тех, кто увлекается оружием Но вот мне, как классику, человек, который большую часть жизни стрелял с классического лука Привычно целится двумя глазами Потому что один перекрывает тетива с мушкой А второй видит как раз-таки мишень Поэтому, когда ты целишься с классического лука Ты видишь мушку, видишь тетиву едва-едва И видишь саму мишень В противном случае, если целится одним глазом То просто перекрывается у нас мишень И твоя задача просто закрыть мишень так, чтобы постараться попасть в центр Я думаю, смысл бы уловили И коллиматор, как раз коллиматором проще целится двумя глазами Нежели с оптическим прицелом Ну вот и все Так что ждите видео, в котором мы все это испытаем Посмотрим, какой приклад нужен Нужна ли оптика Какая из рукояток удобнее всего Когда уже определимся с тем, что нам нужно Соберем тот арбалет, в котором мы в дальнейшем будем развлекаться И радовать вас интересным контентом Так что на этом, наверное, все Пока! Пока! Пока!